всем привет вы находитесь на канале биржев давайте с вами посмотрим итоги вчерашних торгов что у нас происходило на нашей фондовой бирже и на мировой арене напомню что у меня есть свой телеграм-канал где я нахожусь в режиме онлайн в течение всего дня там я показываю уровне по бумагам где уровне покупок где уровне продаж если вы хотите торговать самостоятельно так скажем обучаться правильно выбирать точки для входа они торгами торговать и сливать по чужим сигналом то подписывайтесь на телеграм-канал сегодня также по подписке будет акция 25 процентов скидка первым десяти человек написавшим кто успеет тот успеет десять человек 25 процентов скидка на и так дешевую подписку на без срочной основе там у нас свой закрытый телеграм-канал закрытый чат где мы обсуждаем с подписчиками все торговые моменты по бумагам обязательно подписывайтесь на телеграм подписывайтесь на youtube-канал чтобы не пропускать новые видео и на яндекс д и так инвесторы продолжают покупать дивиденды это скажем ожидания мы это видим по индексу московской бирже после этого разрыва на взлете инсайдерском котировок газпрома российский рынок акций скажем после затишья продолжившие продолжавшиеся большую часть дня резко перешел к росту ближе к концу торгов и ажиотажным спросом пользуются акции лукойла вот этот взлет под конец дня на просто гигантском объеме посмотрите какой объем здесь был но то есть на 10 процентов но при этом никаких новостей по компании не было то есть понимаете да бумаги покупает в ожидании что менеджмент компании вот-вот объявит о выплате дивидендов но некоторые трейдеры не исключает и появление инсайда по этому вопросу у кого-то из крупных игроков мы там с вами слышали еще летом когда лукойл отменил так скажем дивиденды перенес их да то есть сначала он переносил на конец года потом вроде как совет директоров отменял это решение да то есть дивидендов не будет но либо сейчас какая-то инсайдерская информация либо пытается загнать физиков скажем в бумаге тем самым разгоняя слухи о том что госкомпании будут выплачивать дивиденды промежуточные вот это такой интересный вопрос который заставляет задумываться но здесь есть конечно же вероятность того что здесь просто используют эту так скажем шумиху по поводу выплаты госкомпании дивидендов и просто-напросто разгоняет отдельные бумаги которые занимают большую долю нашим индексы и соответственно тянут наш индекс как мы видим вверх без откатов бумаги ожидают покупает бумаги собственно в ожидании что менеджмент компании вот-вот объявит о выплате дивидендов и во вторник без каких-либо причин на семь с лишних процентов взлетел газпром лишь после окончания торгов после окончания торгов пришла новость о том что дивиденды хотят выплатить то есть мы с вами понимаем что у кого-то был inside вот но на нашем рынке как мы сейчас уже это поняли это уже становится в порядке вещей а если собственно по лукойлу будут выплачены дивиденды и инсайдерская информация как бы верная по лукойлу да то доходность дивиденды может составить от 15 до 25 процентов что еще покупали то скажем активно это акции московской бирже московской бирже на чем же собственно московскую биржу покупали она здесь есть информация что биржа сообщила что совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах в конце сентября то есть в конце сентября будет совет директоров заседания на котором будет решаться вопрос касательно дивидендов и соответственно мост биржа у нас подскочила на 6 процентов на данных ожидания также мы видим что вчера у нас заходили объемы под конец тоже торгового дня вот они объемчики в сбербанк который подскочил на три процента после решения распределить прибыль газпрома на рынке я думаю считает что власти то скажем могут инициировать выплаты дивиденды дивидендов по всем госкомпаниям понимаете да то есть нужны деньги и хотят якобы запустили такую может быть утку что власти хотят так скажем чтобы все господь госкомпании выплатили дивиденды ранее мы знаем что сбербанк отказался выплатить дивидендов все в мае на опасениях что деньги понадобятся для поддержания устойчивого состояния банка но рекомендация то было от правительства от главная акционера по этому поводу это не сам сбербанк да но санкционные опять же санкционное давление по российской банковской системе оказалось уже ну как оказалось не таком так не таким сильным то есть как ожидалось в ожидании дивидендов растет и рост нефть на полтора процента то есть мы видим тоже вчера подросла нам всего лишь на полтора процента однако объем выплат по этим акциям может быть ну на самом деле небольшим поскольку компания уже отдала акционерам часть прибыли прошлого года и на фоне всего этого мы видим что по газпрому снизились акции на 2 и 3 процента здесь идет но наверное вполне логично коррекция почему но многие трейдеры здесь сокращали свои позиции уже из высвобождая деньги уже для разгона других акций в том числе и лукойла но мы видим что пока сильно ты особо просадки то и нет по газпрому так как ну предстоящая дивидендная доходность это 20 процентов при текущей цене то здесь нужно смотреть насколько сильно дадут откат по данной бумаги принципе еще целый месяц есть распоряжение для того чтобы и сделать просадку и в дальнейшем снова поймать волну роста ну и давайте с вами посмотрим по валюте здесь у нас особо никаких реакций не было вчера было вкинуто утка рубль по итогам дня слаб к доллару на 0 1 процент продолжить консолидацию около 60 причем валютная причем российская валюта практически не отреагировала на появление то скажем новой вот этой утки информации по бюджетному правилу блумберг сообщал что российские власти рассматривают возможность то есть до конца этого года купить валюту дружину дружественных стран на сумму 70 миллиардов долларов эти средства планируется течение следующих трех-пяти лет направить на замену западных технологий и развитие транспортной инфраструктуры на азиатском направлении то есть по данным агентства валюту планировалось купить на 44 триллионов рублей это огромная сумма для российского валютного рынка а то есть для реализации таких планов необходимо ежедневно скупать валюту примерно на 50 миллиардов рублей понимаете да объем ну а последующем правительство опровергла информацию и сказала что это собственно фейк вот но мы а как видим реакции по валюте особо это и не было то есть здесь уже наверное в эту историю никто не верил и эта информация как и оказалось просто-напросто не верно поэтому на что сегодня обратить внимание это конечно же компании с госучастием которые возможно продолжат разгонять под данным информационным натиском ну а в рост нефть здесь конечно же не доходность уже небольшая поэтому особо я думаю разгонять и не будут конечно же это лукойл и конечно же это похоже будет сбербанк сегодня ну а газпром то скажем останется напоследок в виде так скажем изюминки после того как ликвидность отыгранных бумаг таких так лукойл там сбербанк возможно будет снижаться и обратно перетекать в газпром для того чтобы снова отыгрывать данную идею с доходностью практически 20 процентов поэтому здесь возможно нужно будет подкупать вот если я буду это делать конечно буду писать своем telegram канале пишите на почту указанную внизу для того чтобы сегодня вступить telegram по довольно значительной ссылки на того на из на и того столь дешевую подписку на бессрочной основе ребят вот такое вот видение такие вот новости то есть сейчас идет так скажем некий сейчас идет такой некий информационный разгон наш рынок стал инсайдерским несмотря на все это скажем показатели общемировые то есть если мы с вами посмотрим на мировые показатели у нас и не вчера падала до 92 рублей представляете да какой обвал и золото то есть во первых в общее сырье у нас падала во вторых американский рынок в преддверии заседания фрс сентябре и как правило повышение ставки кстати сегодня по моему у нас будет статистика по рынку труда насколько я помню вот и а фрс как мы все знаем главный триггер у фрс это рынок труда если рабочие места вернее заявки по пособия безработицы будут сокращаться соответственно это триггер на который опирается фрс в части агрессивного поднятия ставки но как мы видим вчера немножко отскакивает у нас индексов американские до американского рынка вчера практически он был на 3900 то есть та формация которую я планировал это уровень 3 900 вчера этот уровень четко у нас по американскому рынку отработал ребят подписывайтесь на youtube канал на яндекс н пишите на телеграм-канал подписку с вами был дмитрий шеф оставляйте свои комментарии под видео ставьте лайки с вами был дмитрий шеф всем хороших торгов не забываем что сегодня пятница пока пока